День с толком Не унаги маки, а котлеты Иван Ургант пошутил про обед премьера Мишустина в Барнаульской школьной столовой Очень нужный подарок В сельских фапах появятся морозильные камеры для хранения вакцины от COVID-19 До Кубка мира погребли чуть больше двух месяцев Как создавали презентационные ролики для масштабного события Прокуратура разберется, почему накануне из-за снега были закрыты дороги в 150 населенных пунктах края Речь идет о 16 районах, которые оказались почти отрезанными от внешнего мира на несколько дней Сотрудникам прокуратуры предстоит проверить, как в муниципалитетах соблюдают законодательство о содержании дорог зимой Некоторые чиновники уже получили представление и предостережение Проверка продолжается Ну а мы к другой теме Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин находится с рабочим визитом в Горно-Алтайске Напомним, еще вчера председатель правительства был в Барнауле В краевой столице он встретился с педагогами 53-й школы и даже пообедал в школьной столовой Последняя деталь привлекла внимание известного российского шоумена Ивана Урганта И знаете, что он заказал? Что? Что было? Унаги-маки? Нет Он заказал котлету и гречку Что он не заказал, школьники не жены заказывают, ему просто принесли Он съел то, что ему дали Кстати, премьер-министра был не один Вот у нас фотография, смотрите Его сопровождают поездки глава Минтруда Антон Котяков Министр просвещения Сергей Коровцов Глава Минпромторга Денис Мантуров Министр экономического развития Максим Решетников И глава Минфина Антон Силуанов А это мить еще пять котлеток Иван Ургант уже не раз шутил про Алтайский край Еще до пандемии он высмеял аттракцион «Дракончики», который сгорел в Барнаульском парке Орликино А после обыграл новость про барнаульские гробы с окошками, которые запустили в производство для прощания с людьми, умершими от COVID-19 А теперь о серьезном Губернатор Виктор Томенко предложил премьер-министру продлить программу социально-экономического развития Больше известную как программу по преодолению бедности По словам Томенко, нам эта программа нравится, результаты есть Какие и как выходу из бедности могут способствовать алтайские предприятия, расскажем далее Хороший потенциал, так российский премьер отозвался об экономике Алтайского края Свое заключение Михаил Мишусин сделал после изучения докладов и небольшой экскурсии по одному из крупных предприятий региона Алтайскому заводу прецизионных изделий Так что встреча с промышленниками края начала с похвалы Объем промышленного производства вам удалось сохранить на уровне предыдущего года А уже в январе достаточно существенно растить Плюс 5,3% Не могла не поддержать регион федеральная помощь По данным премьеры, миллиард край получил в рамках индивидуальной программы ускоренного социально-экономразвития Точечную поддержку оказали компаниям И по понятным причинам ее потребовалось больше, чем в 2019 году Что еще нужно, чтобы развитие не тормозило все проблемы Мишустин спросил у алтайских производителей Ну вот объем реализации продукции Он позволяет вам более-менее концы с концами сварить? Глава самого Азиз Виктор Герман как мог Старался обратить внимание премьера на проблему компонентов машинной продукции Вернее производства компонентов Так как сейчас это обрекает заводы тратиться на импортные детали Заменить их Азиз способен, но для этого нужны вложения Руководитель завода сельхозмашиностроения защищала продление двух форм поддержки своей отрасли И своих прямых потребителей, фермеров В частности, она просила продлить компенсацию на покупку техники Очень прошу эту реально работающую меру поддержки оставить И не сокращать объемы финансирования Поскольку благодаря этой поддержке не только наши аграрии могут пользоваться техникой российской Но и заводы машиностроительные тоже Мы за счет увеличения спроса на нашу технику Можем наконец-то приобретать новое оборудование На спрос влияет и возмещение затрат на доставку техники клиенту И эту поддержку тоже не стоит прекращать, уверена Филидова Другие обращения к премьеру касались пролонгации кредитов, субсидирования производства Михаил Мишустин с чем-то соглашался сразу, что-то помечал, а после выслушал алтайского губернатора По словам Томенко, программа соцэкономразвития стала основной программой Благодаря которой старались решать существующие проблемы, так как деньги появились В прошедшем году доходы, консолидированные к бюджету края, составили 154 миллиарда рублей Это тоже один из результатов прошедшего года, Михаил Ильич Потому что предыдущий год, 2019, по доходам было 126 миллиардов рублей Значит, значительный рост в первую очередь, на 90% он обеспечен поддержкой со стороны федерального бюджета Один из важных показателей средней зарплаты жителей края выросла до 30 тысяч рублей, читался глава региона И тут же предложил продлить программу на следующую пятилетку Нам она очень нравится, подытожил губернатор Анастасия Драган, Алексей Фризин, День с толком К другим темам Барнаульцам, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса, начали выдавать нагрудные значки На них написано «Я привит от ковид» В Минздраве считают, что люди в таких значках смогут своим примером показать окружающим, что прививка – это не страшно Кто работал над дизайном значка, а над ним работали И может ли значок освободить от защитной маски, расскажет Ирина Корчагина Иду смело на вторую прививку в категории 65+, если конкретно 71 год Ну все, Геннадий Кузьмич теперь как у Христа за пазухой Сегодня он поставил вторую финальную прививку от коронавируса И теперь сможет об этом рассказать всем своим видом Вот вы один из первых, которому мы вручаем значок «Я привит от ковид» Ох, какая красота Да, значки появились в Алтайском крае совершенно недавно Чем больше мы будем прививаться, тем быстрее мы в конце концов снимем с себя маски Старшая медсестра Татьяна стоит у начала вакцинации от коронавируса в регионе Она ставит десятки уколов жителям города каждый день Сама женщина привилась еще в октябре и теперь тоже носит значок «Я привит от ковид» Ну я думаю, что да, будут идти по улице, будут люди другие видеть, что человек привит Уже не так будет страшно и пойдут еще вакцинироваться Между прочим, дизайн значка придумали будущие архитекторы и дизайнеры Анастасия и Ангелина неделю работали над этим проектом Их куратор говорит, девушки трудились на совесть, совершенно бесплатно Сами студентки не понаслышке знают, что такое коронавирус И даже, что значит потерять близкого человека из-за этой болезни Ковид-19 затронул и их семьи Мы взяли такую как стрелу, которая обезоруживает вирус И дает защиту гражданам и свободу Вирус сам по себе, мы взяли его за главное изображение И, по сути, перечеркнули его просто Как знак победы над вирусом А будете прививку ставить сами? Пока я думаю насчет того вопроса На данный момент в крае более 38 тысяч человек поставили первую прививку от коронавируса Более 19 тысяч человек прошли полный курс вакцинации И еще 20 тысяч ждут своей очереди Не факт, что нагрудных значков хватит всем Пока на весь Барнаул выделили 1200 штук В ближайшее время в Минздраве, правда, ждут еще одну партию И да, как нам сказали, наличие значка не освобождает от наличия защитной маски Ирина Корчегина, Александр Антропов, День Столка Чтобы создать хорошую иммунную прослойку, говорят специалисты Необходимо вакцинировать порядка 70% всего населения региона Неохваченными остаются сельские жители Которые находятся далеко от центра И не могут приехать в районную больницу А поставить прививку на месте сложно Основная проблема – доставка вакцины Препаратам требуются особые условия транспортировки и хранения Необходимо специальное холодильное оборудование, которое поддерживает заданную температуру Понимая важность вакцинации и желание самих людей Попечительский совет фонда депутата Государственной Думы Александра Прокопьева Принял решение обеспечить сельские ФАПы морозильными камерами Одними из первых сегодня подарок приняли в Зональном районе Оттуда наш репортаж Массовая вакцинация против коронавирусной инфекции в Зональном районе Началась относительно недавно Еще в начале января сельчанам приходилось ездить в город Где работал единственный прививочный кабинет на всю Бийскую зону Сегодня список медучреждений значительно расширился Кабинеты иммунизации открыли и в сельских районах Мы работаем уже по второму компоненту Гамка, ВИД, ВАК, вакцина Это у нас идет Гамалеевская, Спутник ВИИ Первые у нас категория прошли медработники мы привили Вторых желающих мы привили Ну и конечно старше 60, начинаем очень много желающих прививать Ольга Васильевна сегодня ставит уже второй компонент живой вакцины Говорит, возраст уже не молодой, лучше обезопасить себя Первую прививку перенесла без какой-либо побочки Отлично, я все в этот, кто он есть-то, дневник-то там вот после прививки Я все отмечала на третий, на седьмой день Никаких, давление в норме Температура ни разу не повышалась Никаких признаков, ну вот каких-то ОРЗ или там что-то не было В общем, вообще без всяких Я вот всем говорю, наоборот советую всем, чтобы шли и прививались На сегодняшний день в Зональном районе от коварной болезни привили больше 350 человек В отдаленных селах желающих тоже много Но не все могут приехать в районную больницу А в местных ФАПах вакцину негде хранить Мы вынуждены подвозить людей, точнее сами люди подъезжают Их подвозят организации Поэтому, конечно же, наличие переносной морозильной камеры Которая позволит хранить вакцину в необходимых условиях температурного режима Нам крайне необходимо Вопрос вакцинации, а точнее доступности Накануне обсудили на попечительском совете Фонда депутата Государственной Думы Александра Прокопьева Единогласно было принято решение Закупить для сельских районов морозильные камеры Для транспортировки важного спутника ВИМ И вот уже сегодня первую морозильную камеру принимают в зональной больнице И теперь не жители поедут за вакциной А вакцина приедет к ним в село Есть небольшие проблемы, связанные с транспортно-логистической составляющей А именно эта вакцина имеет свой определенный температурный режим Минус 18 градусов И ее можно привезти, естественно, до районных больниц Но сложно транспортировать до ФАПов Поэтому мы приняли решение вместе с попечительским советом фонда Чтобы выделить финансовые средства для закупки морозильных камер Для того, чтобы эту транспортировку осуществлять В том числе мобильными ФАПами в отдаленные районы и села Уже на следующей неделе в новой морозильной камере Первую партию живой вакцины отправят в село Плешково Люди ее там очень ждут Приехали, подключились к электрическому, все, можно работать, вакцинировать население Но это ускорить должно вакцинацию Конечно, конечно, конечно Официально вручаю вам Спасибо Прививочный десант появится не только в Зональном Точно такое же морозильное оборудование от депутата Государственной Думы Александра Прокопьева Получат 10 сельских районов Алтайского края Таким образом, удастся вакцинировать еще больше жителей региона Что позволит ускорить темпы выработки коллективного иммунитета Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий, День с толком До Кубка мира погребли В Барнауле остается всего 2,5 месяца Масштабная подготовка не прекращается ни на один день Так в краевой столице презентовали официальные ролики Кубка мира на двух языках Над ними работали журналисты нашего телеканала Алтай Сердце Сибири Живописные виды Алтайского края с высоты птичьего полета Теплые степи, величественные горы, жемчужные озера и реки С этого начинаются презентационные видео Журналисты телеканала Толк несколько недель подбирали характерные приметы и черты нашего региона Чтобы жителям края о них напомнить, а гостей удивить Очень хотелось поиграть с образами воды, текущей воды Перейти от сил природы к человеческой силе, которую демонстрируют гребцы Разумеется, в финале это очень было сконцентрировано Но даже несмотря на то, что мы это даем штрихами, мы вот сам этот посыл до зрителя доносим Работать над таким проектом было непросто, но интересно, ведь подобного в истории края не было Алтай впервые примет у себя, по сути, финальный квалификционный турнир для отбора на Олимпиаду в Токио летом 2021 По словам авторов, это был журналистский вызов За короткое время представить регион и рассказать о специфике самого канала Его преимущество, глубина, а это помогает спортсменам Возникает чувство легкости, отсюда именно вот этот легкий грибок, который всегда всем желают перед стартом И еще раз выражаю благодарность, что именно мой голос выбрали для озвучки этого фильма За перевод и озвучку ролика отвечала преподаватель английского языка Яна Филиппова С грибным каналом она сотрудничает с 2018-го, с первого Кубка мира в Барнауле Работала переводчиком, участвовала в переговорах, училась на ходу И вот именно в тот момент начался мой личностный рост Мой рост как специалиста-преподавателя Это было непросто Я впервые работала в такой тематике Мне пришлось выучить многочисленные термины Мне пришлось запомнить, что гребля это не rowing в данном случае, а canoeing Совсем скоро на Алтай приедет почти 20 тысяч гостей К такому масштабному мероприятию регион готовился несколько лет И сейчас подготовка входит в финальную стадию Кубок мира пройдет с 20 по 23 мая Анастасия Драган, Александр Антропов, Алексей Вризин День с толком Кстати, профессиональные гребцы считают уникальным алтайский интернат Где живут и учатся школьники, которые занимаются греблей на байдарках и каное Создан интернат год назад в Алтайском училище Олимпийского резерва Подробности смотрите в сюжете В 13 лет встали на путь профессионального спорта Год назад при училище Олимпийского резерва открыли интернат Первый набор семиклассников за год показал результат в гребле на каное байдарках Пятеро из 47 получили второй взрослый разряд А вот, например, Дарья Фоминская уже успела завоевать серебряную медаль краевого первенства Была дистанция 500 метров в двойке, я упала Обидно было, что проехали больше половины и упала потом И потом на соседине должно было быть 200 метров И я во сне представляла, как я упаду Очень страшно было ехать Потом выхожу и что-то прям еду И прям нифига себе, я вторая После девятого класса сможет поступить в училище Олимпийского резерва Кстати, здесь же ребята и учатся Все бесплатно Обучение, питание, тренировки, проживание Тем более общежития для юных спортсменов отремонтировали только в прошлом году Местный уровень в сравнении с общероссийским Директор училища оценивает как высокий Таких интернатов сейчас при училищах немного Там, где я был, примерно уровень у нас выше среднего Хороший очень уровень И тем более, что здесь появляется канал То есть получается все в комплексе здесь Проживание, питание, тренировочный процесс на высоком уровне Поддерживать тренировки на высоком уровне помогают тренеры Специалисты со всех уголков страны Например, Руслан Мамутов В недавнем прошлом действующий спортсмен И член сборной России по гребле Крымчанин переехал в сибирский город тренировать детей Потому что такой серьезный подход к любимому делу видит впервые В мире такого нету точно И не знаю, будет ли дальше Я должен присутствовать Я должен это все видеть Это невероятная просто вещь Но простым обывателям этого не оценить А ребята, которые давно в спорте Скажем, ветераны и многие поколения Они прям с каким-то восторгом И неподопониманием, как это может Ну, на самом деле, выдающиеся вещи Я думаю, это время покажет и все поймут В этом году тренеры снова поедут по районам края Отбирать лучших среди одаренных детей И выращивать из них чемпионов А пока уже получается прививать любовь к спорту Дарья Фоминская, например, бросать не собирается И мечтает взять медаль первенства России Андрей Дрейер, Алексей Фризин День с толком Горожан предупредили заранее Видимо, поэтому никто никуда не бежал Сегодня в Барнауле, как и во всех регионах страны Звучали сирены экстренного оповещения гражданской обороны Сигнал раздался в 10.40 утра Гул звучал всего три минуты Никакой паники среди горожан мы не заметили К подобному люди уже привыкли Были уверены, что это какие-то учения Но объяснить, какие именно, так и не смогли Напомним, цель масштабной проверки Которая проходила по всей России Довести до населения информацию О потенциальной опасности Или чрезвычайной ситуации Во время сигнала нужно включать радио России И слушать сообщения Краевого МЧС Вторую жизнь обретают одежда и обувь Детские игрушки и книги Акция «Добрые вещи» объединяет барнаульцев каждую неделю Обмен вещами, а именно в этом суть акции Организует Краевая общественная организация «Много деток хорошо» Принять участие может любой желающий Причем не только помочь, но и получить помощь взамен Подробности в нашем сюжете Дети быстро вырастают из своей одежды И этот факт особенно сложно принять людям У которых детей с семьей несколько Обновки нужны каждому ребенку А средств на них зачастую не хватает Поэтому и появляются такие акции, как «Добрые вещи» В первую очередь она для многодетных семей Одновременно стать и волонтером И получателем может каждый Анна Жулай – участник акции со стажем Начали приносить вещи пакетиками Потом начали приносить уже там Двумя пакетиками обувь Соответственно, это чистая, постиранная Куртки, теплые штаны и сезонная обувь В магазинах это обойдется в копеечку А здесь проще простого Понравилась вещь – можешь забирать Вот чисто эта вещь моего ребенка Мой ребенок ее носил Мы очень аккуратисты в правлении вещей Ее поносили в принципе два ребенка У нас одна девочка, ей уже сейчас восемь А другой пять То есть это вот восемь поносила лет И поносил пять То есть мы ее постирали, почистили И принесли сюда Организаторы следят, чтобы вещи, которые приносят Были в хорошем состоянии В противном случае одежда отправляется в урну Кстати, в рамках акции люди приносят не только вещи Что называется бывшие в употреблении Но и с этикеткой Это спонсорская помощь алтайских предпринимателей Мы сотрудничаем с нашим алтайским краем У нас представители в ребрихе, косихе Мы собираем, упаковываем мешки, коробки И представители приезжают буквально на следующий день Забирают и продолжают Принимают эстафету Продолжают все это на места в селу В сообщество многодетных и приемных семей Алтай Насчитывает полторы тысячи участников Такие акции для них хорошая поддержка И возможность сделать доброе дело Кстати, желающие поучаствовать Ждут уже 13 марта на рынке ВДНХ Ориентир «Зеленый вход» Татьяна Голубева, Анна Рашагирова, Андрей Печоркин День с толком А на этом у меня все Спасибо всем, кто нас смотрит Не только по телевизору, но и в социальных сетях И на Ютуб Для вас работает телефон нашей редакции 205-545 Подписывайтесь на нас Ставьте лайки Участвуйте в обсуждениях Через несколько секунд о погоде А спонсор прогноза – компания «Эвалар» Продолжение следует... Продолжение следует...